Всем привет, с вами Канасодик Сла, и в этом видео мы будем проходить вторую фазу турнира от павлина. И в этой фазе правила немножечко поменялись, кто не знает, что это правило, посмотрите в прошлое видео. Это была как раз первая фаза, посмотрите, кто в этой фазе выиграл, там есть все правила. В этом видео я не расскажу правила, но все-таки немного расскажу. Мы открываем, то есть я открываю на своем аккаунте, павлин открываю на своем аккаунте. По 5 наборов, то есть у павлина 3 набора, а у меня 5, потому что у меня менее прокачанный аккаунт. И выбираем команду, какую мы будем проходить, режим выживший 9 боев, то есть режим выживший сложный. И мы, получается, провели прошлую фазу, и в этой фазе правила решили не могу поменять. И если нам выпадет какой-то персонаж из класса, допустим, классический, то можно брать любого персонажа из класса классический. И также, какая редкость нам выпадет, ту снарягу можно использовать по редкости. То есть, допустим, серая это обычная снаряга, можно использовать снаряги башни. Поэтому это будет, мне кажется, более проще. И давайте приступаем к открытию набора, посмотрим, какую команду мы выбьем. И первый набор, получается, выпадает, выпадает. Слово платежи шинок, эпик, МК-11 с ночной волк и серолет океда. Ну, слушайте, весьма неплохая команда, потому что у меня все из них есть. Думаю, может быть, можно, конечно, использовать эту команду, но пока что еще не знаю. Второй набор открываем. И из второго набора сейчас выпадет, получается, выпадает. Что же выпадает? Выпадает. Бадзюзо Кунзинь, старший бог Кенши и Скорпион порождение Ада. Ну, порождение Ада Скорпион у меня есть. И все у меня, в общем-то, есть. Но мне кажется, это менее такая хорошая команда. Но тоже, может быть, ничего. Думаю, я открою три набора, чтобы было приблизительно честно. Потому что в прошлый раз я открыл пять наборов. Мне кажется, то, что это зарешало то, что я победил в прошлой фазе. Так, и из третьего набора выпадает МК-11 Трейн, Ящерица Барака и Слэшер Джейсон Вурхиз. Из них у меня есть его Слэшер Джейсон Вурхиз. И я думаю, то, что можно сыграть за первую команду. То есть, шинок МК-11 Трейн и Сергию Токеда. Ада у меня получилась. Мстительный шинок, я на него повесил опустошитель, чтобы можно было опустошить в начале игры. И буду я играть за Ночного Волка и за Токеду. На Ночного Волка я повесил его племенную повязку. Она ему дает блокбрейкер. И также еще 20% операции служить эффект ловушку при пробое блока. И Сергию Токеда я поставил Сурикен, чтобы можно было пробивать блок. Таланты у меня вроде как те же. Обычные, да, оттуда метки смерти. И, по-моему, в поддержке ничего нету. А в защите до как раз учения шинока. Вот, таланты стандартные. И давайте проходить. Я думаю, что, как в прошлом видео, я какие-то такие быстрые бои, которые прям очень простые, я буду, наверное, пропускать. Но, может быть, и пока что не буду. Первый бой, думаю, я не буду пропускать, чтобы показать вам, какая тактика будет. Получается, шинок будет входить в бой, сразу же опустошать силу у врага. И потом я буду сразу меняться на какого-нибудь Токеду или на какого-нибудь МК-11 Ночного Волка. Потому что они такие более быстрые. Но, если что, у шинока много хп, поэтому его труднее будет убить. Так, и первый бой. В принципе, это легко. Так, и последний. Фараон Ермак. Ну, и побеждаем, в принципе, без проблем. Но я думаю то, что... Я не уверен, конечно, сможем ли мы пройти все 9 боев. Но, мне кажется, до шестого боя точно дойдем. Хотя тут зависит от команды, которая попадется. Я думаю то, что следующие бои какие-нибудь неинтересные я буду просто пропускать. Точнее, делать в быстрой съемке, чтобы было интересней. И начинается интересная команда, где есть МК-11 Рейдинг, МК-11 Джейдс. То есть, нельзя истощать силу у них. И есть темный Рейдинг, который хилится от отрицательных эффектов. От истощения силы он получает силу. И, мне кажется, это очень интересный бой. Поэтому, думаю, пропускать его я не буду. И, получается, тут, возможно, может быть, можно даже использовать Рейдинг. Это невероятно. Шинока. Потому что у него очень много хп. Цел 90 тысяч. Пока что мы справляемся нормально вроде. Нас не бьют. Мы почти убили Рейдинг МК-11. Так, первый сейчас прием я оставляю для Джейдс. Так, нет, не для тебя. А именно для Джейдс. Ну, может, даже второй сейчас берем, можно накопить. Так. Ну, может, тогда добью уже Рейдена так, с руки. Все, второй сейчас прием. И минус Джейдс. Ну, кстати, такой легкий бой оказался. Я думаю, будет посложнее. Ну, кстати, он очень сильный шинок. Застройство сперема у него больше 150 тысяч урона, по-моему. Но это не точно. Ну, в общем, он очень сильный. Поэтому, возможно, все-таки пройдем, но не уверен. Последняя битва. Ронин Токеду... Ой, Ронин. Сиро Литокеду почти убили, но он просто живет. Это очень хорошо. И последний бой какой-то, ну, не очень сильно сложный. Да и вообще здесь какие-то бои были. На удивление, не очень сложные. Даже не использовал МК-11 ночного волка. Но, возможно, ситуация изменится. Возможно, он мне понадобится, чтобы, допустим, истощить силы. Допустим, пробой щита сделать. Но шинок хорошо справляется. Но, правда, его могут сейчас в этой битве убить. Но, думаю, то, что... А, ну, кстати, самого сильного вроде уничтожили. Так. Ну, и он не пробивает блок. Поэтому можно... Сиро Литокеду убить. Такс. И 47. 40 с лишним тысяч осталось у спецагента Кисси Кейдж. Надеюсь, то, что мы выиграем этот бой. Так. Ну, уже, кстати, мало осталось ХП у всех. Ну, кстати, вот у Сабзира... Сабзира очень неприятный. Особенно Великий Мастер. Потому что, ну... О, все, минус. Один у наших сильнейших игроков. Так. И остался вот этот вот противный Великий Мастер Сабзира. Который очень такой... Вот такой вот. Вот это вот делает. Так. И думаю, то, что возможно, можно попробовать подставить под спецприем Ночного Волка. Хотя, может быть, мы сможем истощить силу. Такс. Истощаем силу. Да, мы вроде, мне кажется, сможем истощить силу. Так. Истощаем. Второй раз тоже истощаем. И все. Получается, мне кажется, это победа. Может быть, даже Занношного Волка можно добить, чтобы было еще красивее. Так. Здесь есть правой блока, поэтому здесь вообще халява. И... Все. Минус. И очень странно то, что все эти 9 бит были противники, у которых не прокачен талант, похоже, в Учение Шинока и Призрак. Потому что никто не воскрешастый, никак ничего не делал. Только вот именно из-за пассивки персонажа, как, например, у великого мастера с Абзиром. Ну и, получается, мы смогли пройти режим Выживший Высокий. И, по-моему, Павлин тоже смог его пройти. Поэтому нужно будет смотреть. Либо это будет ничья, либо попробовать как-то переиграть. Может быть, еще раз сделать такую же фазу, но уже, может быть, только открывая один набор с рунами. Но я это еще не знаю. Не придумаю. С вами был канал Содик Сла. Всем удачи и всем пока.